Кущевская, станица на севере Краснодарского края, административный центр Кущевского района и центр Кущевского сельского поселения. История земли Кущевской как российской территории началась в XVIII веке и тесно связана с именем государственного деятеля, полководца Александра Васильевича Суворова. В 1777 по 1782 годы он занимался созданием на Кубани военных укреплений, форпостов, охраняющих южные рубежи России. Некоторые из них были поставлены на Кущевских землях. Валы форпоста номер 5 возвышались над устьем Куга-Еи, где и ныне в восточной окраине на станице Кущевской. На старой карте генерального штаба здесь показано укрепление. Суворовский окоп, бывший кордон. Под его прикрытием позже в 1794 году казаки основали селение Кущевское. Отсюда летом 1773 года Суворов протянул на восток Малаейскую кордонную линию, состоящую из цепи казачьих застав. Линию установили срочно в период подготовки к переселению нагайцев на свою прародину. Форпост номер 6 был построен возле устья речки Кавалерки. Место под форпост номер 7 строители линии выбрали выше по речке Ее. Верст на 8 у нынешнего моста на шоссе. Место для Кущевского куренного селения было определено во время жеребьевки, которую провели на 3 неделе февраля 1794 года. По распоряжению кашевого атамана Чепеги в городе Екатеринодаре собрались атаманы и поверенные казаки от всех 38 черноморских куреней. Кущевские представляли 30-летний атаман Андрей Наумович Дохноцкий и степенный диакон с круглоостриженной бородкой в миру казак Петр Плакса. При большом стечении народа на площади перед Свято-Троицкой церковью по старому запорожскому обычаю тянули жребий, уже последними, и это считалось в порядке очередности, так как курени были записаны в войске. На бумажном жребии было отмечено Кущевский курень, казаков 408 душ и женского пола 167, поселить у слияния реки Ея и Куга Ея. Точно не установлено, откуда пошло название куреня, от прозвища атамана или его фамилии, которых в 16-17 веках как таковых на Украине не было. Или все же пошло оно от названия села Кущи. Кущ в переводе с украинского означает куст, Кущевка, что до сих пор существует в Царичанском районе на реке Орели в Днепропетровской области. Но как бы то ни было, о названии у Кущевского куреня более 300 лет. Наши предки, казаки Кущевского, Кисляковского, Шкуринского куреней, являются выходцами из Запорожского низового войска Запорожской сечи. В течение 11 лет кашевым атаманом этого войска был Петр Иванович Колнышевский, казак Кущевского куреня. С 1842 года курени стали называться станицами. Положение о черноморском казачьем войске 1 июля 1842 года внесло изменения в административную структуру Черноморья. Оно стало делиться на пять округов. Станицы Кущевская, Кисляковская, Шкуринская вошли в состав Ейского округа. Жизнь казаков, устройство управления, формы землевладения и землепользования определялись документом, порядок общей пользы. В земледелии главной зерновой культурой была озимая пшеница. Занятие животноводством было нерентабельным. С середины XIX века кущевцы разводят картофель, развивают садоводчество, бахчеводство. В 1875 году вошла в строй Владикавказская железная дорога, проходившая через территорию нынешнего Кущевского района. Она стимулировала развитие капиталистических отношений на кущевских землях. В станицах начали строиться небольшие предприятия – мукомольные, кирпичные, маслобойные, открывались лавки. О развитии торговли можно судить по тому факту, что в Кущевской проходили общевойсковые ярмарки. Духовной основой черноморских казаков являлось православие. Из документов куриных приговоров, хранившихся в войсковых и церковных архивах, кандидатами в священники выбирались грамотные казаки, самые лучшие из прихожан, в возрасте от 27 до 30 лет, трезвые, хозяйственные и не участвовавшие в кровавых столкновениях с неприятелем. В центре курения ставилась войсковая церковь, в которой хранились казачьи регалии. Войсковые праздники строго соблюдались. В 1796 году в Кущевском курине, на Ее, была возведена деревянная церковь. Находилась она в районе парка имени Горького. На заречной стороне станицы Кущевской в течение двух лет жители возводили всем миром каменный храм Вознесения Господня. Этот храм, к сожалению, не просуществовал и четверти века. В годы лихолетия он был уничтожен. Несмотря на исторические коллизии, наши предки прошли веру в Бога сквозь века и передали ее нам. Образование на Кубане связано с именем выдающегося просветителя Кирилла Васильевича Росинского. Под его руководством открываются первые школы на Кубане. 20 апреля 1819 года открылась первая школа в Кущевском курине. В 1833 году в Курень приехал опальный учитель Екатеринодарской гимназии Василий Толмачев. Не прошло и года, как благодаря трудам и заботам этого подвижника Кущевская школа начала выделяться в ряду других учебных заведений Черномории и заняла в нем заметное место. Толмачев возглавлял школу в Кущевском корине в течение шести лет. В 1895-1896 годах на заречной стороне станицы построили школу из двух зданий. В одном из них учились дети казаков, а в другом дети иногородних. Дети казаков учились бесплатно, а дети иногородних платили по 3 рубля в год. В школе обучалось 50 человек. В 1901 году появилось еще одно здание школы для девочек. В настоящее время в одном из школьных зданий расположен Степнянский музей. Отсутствие у казаков профессионального лекаря заставляло их прибегать к средствам народной медицины и примитивной магии. Из архивных документов известно, что в 1861 году в станице Кущевской появился первый фельдшер Евдогим Феоктистович Василенко. Он родился в семье казака, окончил церковно-приходскую школу, а затем Кманскую фельдшерскую школу. Василенко проработал на этой должности 35 лет. Прием больных производил у себя дома, где находилась и аптека. По мере того, как увеличилось население, росла и сеть медицинского обслуживания. В 1909 году в станице Кущевской работала и вольная аптека, и два аптекарских магазина. В 1913 году открылись фельдшерский пункт и зубы-лечебница на улице Красной. Обслуживание в них было платное. Надо отметить, что не всем станицам войска Кубанского повезло иметь свои лечебные пункты. Наши земляки, в отличие от других, могли получать медицинскую помощь на месте. В начале 20 века на Кущевской земле созрели предпосылки для развития революционного движения. Мастеровой лют станицы Кущевской и хутора Подкущевского проводили тайные собрания в доме Кукшиновых, а летом сходки переносили в более безопасное место – в Зайчью Балку. В конце 1917 года Подкущевская беднота по инициативе Губерева и Нижельского создала революционно-большевистскую группу из солдат-фронтовиков – группу 13, названную так по числу ее участников. 9 января 1918 года большевики объявили советскую власть в хуторе Подкущевский. За короткое время на территории Тереперешнего Кущевского района было организовано 16 советов. Гражданская война – это кроваво-темное пятно в истории нашего народа и станицы. На земле Кущевской население поддерживало различные политические движения – и белое, и красное, и зеленое. На старение красных сражались иногородние, и беднейшие слои казачества. Они сформировали отряды Красной гвардии, которые участвовали в боях с белыми под Сосакой, Кисляковской и Кущевской. В дивизии «Жлобы» и в составе команды бронепоезда «Истребитель номер один» воевали выходцы из всех хуторов и сел Кущевской территории. В июне 1918 года нависла угроза окружения генитинцами частей Красной армии в районе Кущевская-Батальск. Удержать позиции красным не удалось. В июле 1918 года в Кущевскую вошла армия генерала Покровского. По его приказу произошла жестокая расправа с ревкомовцами и с теми, кто поддерживал советскую власть. Публичные казни прошли на хуторе под Кущевском. Для разгрома армии Деникина сформировали Кавказский фронт во главе с Тухачевским. В марте 1920 года силами 1-й конной армии Бутенного белые вытеснены с территории сегодняшнего Кущевского района. Антинародная политика большевиков, террор со стороны белых и красных привели к рождению зеленого движения за Вильну-Кубань. На Кущевской земле действовали отряды Пацука, Левко, Дубины и других. Бело-зеленое движение на Кубани не затихало вплоть до середины 20-х годов. За мужество и героизм, проявленные в годы Гражданской войны, Советское государство наградило шестерых красногвардейцев орденом Красного Знамени, а погибшим установило на Подкущевске памятник-обелиск. По рекомендации райкома партии для создания комсомольских организаций, в села и станицы прибыли коммунисты. Дата рождения первой комсомольской ячейки в станице Кущевской – это весна 1920 года. В первые годы становления советской власти комсомольцы оказались в водовороте разнообразных дел. Они добровольно вступали в ряды защитников октября, становились бойцами, командирами молодой Красной армии. В 20-е годы на улицах станиц и городов Кубани все чаще стали появляться беспризорные дети. По инициативе комсомольцев в Кущевской ячейке в станице был создан детский дом, в котором образовалась и первая в районе пионерская организация. Трагическая дата 22 июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война. На Кубани началась эвакуация скота, техники, вывозили все, что можно. Дорога Ростов-Кущевская-Краснодар была объявлена дорогой оборонного значения. 17 июля 1942 года немецкие войска вышли к излучине Дона, заняли город Ростов-на-Дону и фронт стал проходить через территорию Кущевского района. В Кущевской в эскадрон записались 264 человека. Возглавил его Рябыкин. Весть о создании кубанских добровольческих казачьих дивизий разлетелась по всему югу России. 30 июля станицу Кущевскую заняли фашисты. Оборонительные бои в районе Кущевской задержали продвижение гитлеровца в сторону Краснодара, что дало возможность ряду других соединений фронта избежать окружения, закрепиться на новых рубежах и сыграло значительную роль в срыве намерений фашистского командования разгромить войска Красной армии в Междуречье Дона и Кубани. На подступах к станице Кущевской командир Донской сотни Недорубов Константин Иосифович со своим сыном Николаем уничтожили около 200 фашистов. Старый солдат, полный еоргевский кавалер, он был удостоен звания Героя Советского Союза. Маршал Гречко писал в мемуарах об атаке 2 августа следующее. 31 июля 216-я стрелковая дивизия 18-й армии оставила Кущевскую. Командир 17-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Кириченко решил ночным налетом 15-й кавалерийской дивизии во взаимодействии с 216-й стрелковой дивизией овладеть Кущевской. В ночь на 1 августа дивизия произвела налет на станицу, но он оказался безуспешным, так как 216-я стрелковая дивизия в бою не участвовала. В следующую ночь казаки после авиационной подготовки предприняли новый налет силами 15-й и 13-й кавалерийских дивизий и одной танковой бригады. Завязались ожесточенные бои за станицу. Три раза Кущевская переходила из рук в руки, 216-я дивизия и на этот раз не оказала поддержки казакам. В итоге кавалерийский корпус отошел на исходные позиции. В этих ночных атаках на Кущевскую казаки 13-й кавалерийской дивизии уничтожили более 1 тысячи гитлеровцев и около 300 взяли в плен. За умелые боевые действия, за отвагу личного состава 27 августа 1942 года Кубанскому казачьему корпусу, всем его дивизиям и полкам было присвоено звание Гвардейский. 2 февраля 1943 года станица Кущевская и Кущевский район были освобождены частями 151-й стрелковой дивизии. В этот день была одержана маленькая и одновременно Великая Победа. С 1945 года по 1946 в Кущевском районе шло восстановление народного хозяйства. 18 марта 1946 года партией и правительством был утвержден 4-й пятилетний план. Главными его направлениями были восстановление районов страны, пострадавших от войны, достижение довоенного уровня, развитие народного хозяйства. В 1949 году в районе для защиты растений от ветров и полевых бурь начали применять систему лесополос. В 1951 году Кущевский лесопитомник занял первое место в списке 380 лесопитомников страны, вырастив 41 миллион саженцев. В годы войны была разрушена Кущевская электростанция. В апреле 1950 года на 12-й сессии районного совета вынесли решение электростанцию ввести в строй. Не было в районе и воды, жители пользовались общественными колодцами. В 1951 году началось строительство водопровода в станице Кущевской. Радостно встретили Кущевцы восстановление радиоузла. В эти годы идет расширение Кущевского рынка. На его территории строятся крытые павильоны, а в центре возводится скульптура-монумент «Слава труду». Большое внимание уделялось и образованию. В 1951 году действовало 50 школ. Были открыты учебно-консультативный пункт заочной средней школы. Три школы сельской молодежи, детский дом, детский сад, 11 интернатов. В 1953 году на улице Красной выросло здание районной библиотеки. Восстановлен центральный кинотеатр. С 1949 по 1967 годы в Кущевском районе первым секретарем райкома партии работал С.Т. Куцер, участник Великой Отечественной войны, герой социалистического труда, награжденный тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знания. За 18 лет на своем посту Сергей Терентьевич вывел Кущевский район в число передовых. За 1957 по 1960 годы в районе построено 17 школ. В 1960 году был открыт Дворец культуры в станице Кущевской. В 70-е годы главной фигурой на селе становится механизатор. Благодаря преподавателям и мастерам из ПТУ-13, позже ПТУ-55, хозяйство района пополнялись молодыми специалистами. В районе формировался промышленный сектор. Крупными предприятиями являлись райпищекомбинат Кущевский, молокозавод, мясоптицекомбинат, спиртзавод, винзавод, хлебозавод, птицефабрика Кущевская. К 1965 году в районе действовали различные медицинские учреждения. Особое внимание уделялось предприятиям, обеспечивающим технический прогресс, литейно-механический завод, Кущевское управление газопроводов, автотранспортное предприятие. К 1965 году в районе действовали различные медицинские учреждения. С 1976 года по 1980 при районной больнице открыто хирургическое, травматологическое, глазное, наркологическое отделение. Организовано дополнительно еще 4 круглосуточных наряды скорой помощи. В 1970 году вводится всеобщее среднее образование. В 1983 году первым секретарем Кущевского райкома парки стал Иван Михайлович Петренко. Желание вытащить район из отстающих, работа на износ, дали свои результаты. Так, 1983-1985 годы отмечены подъемом экономики. На полях выращивалось более 30 видов культур, развивалось молочное и мясное производство. В 1987 году правительство объявило о переводе предприятий на полный хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление. 1 января 1988 года введены новые методы хозяйствования. В это же время открыт простор для частной деятельности и развития кооперативного движения. Совхозы, колхозы, агрокомбинаты, арендные коллективы и фермерские хозяйства объявлялись равноправными. По инициативе Ивана Михайловича, второй секретарь райкома партии Марченко провел опрос населения об отношении к кооперативному движению. По итогам обследования выяснилось, что большинство кущевцев приветствуют развитие кооперативов бытового обслуживания, но при этом они ругают высокие цены и низкое качество их работы. Кооператоры, в свою очередь, отметили, что им мешают власти, а банк не дает кредиты. Чтобы вывести страну из кризиса, правительство внедряет в сферы жизни многочисленные программы. В октябре 1990 года в Краснодаре состоялся первый учредительный Кубанский съезд казаков. Создано общественное объединение «Казачья рада». В 1998 году оно стало называться Кубанским казачьим войском. Атаманом был избран В.П. Громов, а в 2007 году его сменил на этом посту Н.А. Долуда. Кубанское казачество вошло в Государственный реестр казачьих войск России. Кубанское войско работает по трем целевым программам – военно-патриотическое воспитание, борьба с наркотиками, охрана правопорядка. Это единственная программа в России, утвержденная краевым правительством. 9 апреля 1993 года состоялся первый казачий круг станицы Кущевской. Принят устав Кущевского станичного казачьего общества. Круг избрал атаманом Н.Г. Таху. С 2009 года действует Кущевское станичное казачье общество – атаман Марченко. Храм святого апостола Иоанна Богослова был воздвигнут и освящен в 1996 году. Автор проекта – местный священник Николай Запорожец. Особенностью храма является его эклектичность. Храм в чисто русском стиле с узоручьем. Из красных кирпичей по проекту батюшки пристроили в виде алтаря практически полную копию колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Храм был построен на пожертвование. На мемориальной доске отмечен подвиг жертвователей. По воле Божией и по благословению митрополита всея Кубани и Сидора на средства благородных жертвователей был воздвигнут сей храм. На территории станицы Кущевской действует цех по производству семечек от Мартина, кубанская фабрика Комус – упаковка, ООН «Новопласт-Юг» производства пенопласта, мебельное производство ИП «Финенко». Также производится выращивание зерновых культур. Кукурузы, пшеницы, овса, ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника. В юго-западной станице находится учебный военный аэродром. Дислоцируется 797-й учебный авиационный полк военной части 19104 на самолетах Л-39 и части обеспечения. Аэродром используется только в учебных целях для подготовки курсантов Краснодарского авиационного института и иностранных государств. Военный городок расположен на западной окраине Станицы. Возле КПП военного городка и на кольцевой развязке установлены на постаментах два истребителя МиГ-21. Станице Кущевской по итогам 2007 года, занявшей первое место в краевом конкурсе на звание «Самый благоустроенный город», Станице Кубани, среди станиц поселков городского или сельского типа присужден диплом первой степени. На данный момент в Станице Кущевской проживает 32 116 человек.